Бланш Дюма Когда Бланш было 25 лет, о ней узнал врач Бехлингер из Бразилии и специально приехал к ней, чтобы осмотреть ее. Он нашел, что у Бланш был очень широкий таз, к которому крепилось две нормальные ноги и третья деформированная. Она крепилась к мышцам копчика и не имела подвижных суставов. При этом две основные ноги считались нормальными, потому что были полностью развиты. Однако и они тоже имели неправильное положение. Бланш, вероятнее всего, передвигалась с большим трудом. У нее был двойной набор половых органов, причем оба были полностью сформированными и функционирующими. В целом у нее было практически полное дублирование нижних частей тела и помимо половых органов у нее была двойная мочевая система, а также два ануса. Из-за аномалии с половыми органами ходили слухи, что у Бланш был непомерный сексуальный аппетит, то есть повышенная либидо. Это может показаться логичным, ведь ее организм, вероятнее всего, в двойном объеме производил половые гормоны. Когда Бланш поняла, что на Мартинике ей делать нечего, она переехала в Париж, где вскоре стала популярной в определенных кругах женщиной легкого поведения. В какой-то момент у нее было так много клиентов, что она принимала их по записи, и все они поражались тому, что она может одновременно работать двумя влагалищами. Ее снимали фотографы и содержали многочисленные любовники, но мужчиной мечты Бланш стал собрат по количеству конечностей, Хуан Батист Дос Сантос. Он родился в Португалии в 1843 году. Мальчика с детства отличало несколько аномалий – лишняя нога, на самом деле две срушившиеся в одну, и два пениса. Это было тем более странно, если учесть, что его родители, брат и сестра, были абсолютно здоровы и не имели никаких отклонений. Казалось бы, Хуан был обречен на одиночество, однако врачи, обследовавшие его, отметили, что мужчина обладал страстным темпераментом и не знал недостатков женщинам. При этом во время полового акта он пользовался двумя своими органами. Мужчина наотрез отказался выступать в цирке, позволяя себя исследовать только медикам, а его особенности не мешали ему отлично ездить верхом. Бланш добился взаимности у Хуана, который сначала не воспринял девушку всерьез. Их бурный роман, надо полагать, был счастливым, ведь вряд ли можно представить себе более подходящих и похожих людей. Дата ее смерти неизвестна.